А вот и я Порядок, все? Все порядок у тебя? Я так и понял Привет Кто тебя останавливал? А вот, Давыденко Да выходи, закрывай машину А можете представиться? Давай, я могу вам и доставление покажу Если так можете Давыденко Яна Алексеевна, инспектор УПФ Харьковской области Скажите, пожалуйста Мне не надо, а что человек нарушил? Статья 35, пункт 3 Не информации А вы ознакомили согласно закону о полиции 31 части 2? Все ознакомили Есть в писанном видео? Нет в писанном видео У меня есть вопрос по машине Какой вопрос? Вы эксперт? Нет А как может быть у вас вопрос? А я вам объясняю непосредственно вот эту машину Ну потому что меня удивило то, что вы были одна в машине Одна в машине Откуда вы это знаете? Да какая вам разница, откуда это она? Интересно просто Есть видео по этому поводу Это будет отдельный разговор Одна была в машине Остановила Человек ПДД не нарушил Но у меня есть подозрение, что я когда-то помню Что эта машина где-то там была Вы вообще про социальные действия знаете по поводу УК? Вы знаете просто интересно Вы присутствовали или со слов? Вас это не должно волновать Понимаете? Что человек нарушил конкретно? ПДД Человек предъявил паспорт, который не в базе, вообще его нет Он сдан в архив в 15-м году А вы этот техпаспорт видели? Да, человек предъявлен Как он может быть сдан в архив, если я конкретно лично по этой машине Ездил на Песачинское МРЭО И сказали Что техпаспорт нормальный? Никто его не сдавал А мы что делали экспертизу? Я отдал экспертам, которые занимаются этим А у вас есть бумажка? Я не владелец этой автомобиля Вы говорите, я пробила там где-то что-то Он сдан По базе проверила Хорошо, смотрите, давайте по факту Серия номер позвонить на громкосвязи на дежурку Ну а где, где, ну а фиксирую сейчас Когда были в Песачине, там посмотрели по базе По базе бьется техпаспорт, который у меня В Песачине В Песачине бьется мой техпаспорт Моя машина бьется с этим госномером И этот ВИН-код, и мой техпаспорт А какая разница? Нет, по Песачинской МРЭ бьется без всякой разницы Бьется как у меня все Вы поймите, мы в нашей работе Ссылаемся на базы НПНП Которые говорят об обратном Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию Для этого нужно проверить этот техпаспорт Понимаете, в чем дело? Когда будет бумажка эксперта в установках на руках Вопросов вообще никаких не будет Если вы были в сервисном центре, почему бы этого не сделали? Сейчас Другого, у вас по подобной ситуации уже останавливали У меня по подобной ситуации Останавливали после этого После этого меня останавливали раз в 10, короче И все у нас было в порядке Меня понимаешь, меня интересует Просто она была в машине Я не знаю, с кем она каталась Но она была одна в машине Это факт есть Это первый момент И второй момент Что значит она остановила по третьему пункту У нее должна быть бумага хотя бы Хотя бы бумага какая-то Она получается, царица выехала покататься Лоха какого-то кошмарнует А то ты посмотри Такая деловая остановила У тебя есть подозрение Подозрение будешь дома оставлять, когда идешь на службу Поняла? Ага, хорошо Да ты мне не агака Я тебе просто говорю На колени падаешь? А я что, этого потребовал? Что? Это ж вы так требуете, чтобы перед вами люди прыгали Я у кого-то что требовала, чтобы кто-то прыгал? Я лично у кого-то зашел Нахер ты техпаспорт показывал, вопрос Нахера Нахера Ну нормально, я тебе сказал Да, лучше не конфликтуй Зачем? Тебе правильно говорят Просто эксперта ж везут сюда Нам же ж понимать, чтобы просто так тачку забрать Это 5 минут А кто говорит машину забирать? Послушай, как происходит действие? Забирается техпаспорт и забирается сразу машина Вы же так делаете? Мы не забираем ничего Еще раз говорю Изъятие Какого-то процессуального действия Кто этим занимается? Кто их занимается? Следственная оперативная группа На основании чего? На ее подозрениях? Где документ, который подтверждает то, что Там что-то стихпаспорт Это регистрируется через рапорт А сотрудник в рапорте ссылается на базу и поинтрируется Что такое, братан? Что такое рапорт? Рапорт это для тебя будет рапорт Это форма доклада Он для тебя, это как отчет для тебя, как в бухгалтерии сдать Транеотдел будет регистрироваться Понимаешь? Я просто с ней не сталкивался никогда Надо будет столкнуться Она какой на машине была? На вот этой А они потом подъехали, да? Да, поехали на раппитинг Этим сел и начинают проехать Я так понимаю, это машина как комбат Но это комбатская машина Что не видишь номера блатные? 46, 46, да? 46, 46 Блатной номерок? Обычный Самый простой А я думаю блатной Не, блатной там впереди стоит машина раппита Там блатной номер 64, 91 Нам так не жить Та ну чё Нам так не жить Друзья, в общем банальная ситуация Вот эта вот девочка Давыдова, да, по-моему? А? Давиденко Давиденко, извиняюсь Каталась сама по Московскому проспекту И увидела Якобы терпил Но он естественно не терпил Он как бы всё понимает Мы этому человеку помогали по поводу этой машины Машина действительно чистая И с ней проблем нету Человек не нарушил никакое ПДД Она его просто остановила по пункту По третьему По третьему Тридцать пятой статьи Естественно у неё доказательств ничего нету И она сейчас решила как бы со своими коллегами Немножко потрепать душу данному человеку Ну сейчас будем с всякими силами отбивать Адвокат наш выехал с Полтавы Времени у нас вагоны Поэтому То что там кричали что время у нас ограничено Нет такого Поэтому как приедет Профессионалы Особенно следаки Я включусь потом Здравствуйте А вы следователь? Я дознаватель А вы просто дознаватель? Да А вы по какому вопросу? Вы машину забирать приехали? Нет, я приехала разобраться Смотрите, патрульные утверждают Я считаю, что техпаспорт и винкод не совпадают Я вам объясню девушка Как мне в Мрео сказали Они не эксперты Они не могут понимать И вы не эксперты Так вот В базе произошла ошибка Там две буквы чуть чуть неправильные Вот это мне сказали А так техпаспорт не кривой Он в оригинале Все бьется Винкод соответствует Только в техпаспорте изменения Не по ВИН Коду Изменения Не по ВИН Коду А по номеру техпаспорта В номере техпаспорт Да А ВИН КО другое северно соответствует нет в инфорте в инфорте в инфорте в инфорте все соответственно вам этого достаточно посмотреть на техпаспорте только техпаспорт я вам сразу говорю никто вам руки давать не будет он будет в руках я вас его и не прошу потому что мы эту уже школу проходили мы знаем как что вот в инфорте от автомобиля дайте техпаспорт читаем цифры ВА ТЕЗГ А что они совпадают? номер вот этого техпаспорта с чем? с базой? с базой разрешите если вам не работа в ваших руках то на фото сфотографируйте на шуоп с одной стороны что то вы долго ехали, Алексей, что там дорога, нормально на Полтаве? Ну, убитая, если что, до Харькова вообще у нас автодор не работает. Покажи техпас. Ну, что так долго ждете? Короче, Петрушка такая. Вот этот автомобиль я возил на МРЭО, мы вместе тогда были. И на МРЭО бьется все нормально. А у полицейской буква С должна быть Е. А что за база? Армор. Не, вряд ли это армор. У меня не эксперт, надо просто посмотреть, что за база. Ну, вот полицейская, которая остановила по третьему пункту есть пидозра. Есть пидозра? Да. Какие там это, факты у нее нет. Но в 15 августа она его уже останавливала. А что ж тогда они отрегировали? Базы не было. А сейчас как эта база есть? Не знаю, вот... А какая у вас база? Какая база у вас? Давай, я вам сразу поставлюсь и поднимать тут. Девятинка. 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 Так. Супинили транспортный засып. Возрали уже что-ли в нем или что? Какая база у вас там существует? Да. У вас есть подозрение, что есть ознаки? У вас есть ориентировка? 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 Да, я уже сказал это. Потому что это очень плохо. Этим надо заниматься. Водей пределит посвящение, свидетельство про реестрацию серии Анна-Анна. Водей пределит посвящение, свидетельство про реестрацию серии Анна-Анна. Вот это что якобы бьется где-то, а вот это база? Я вам сейчас все объясню. Можно я? Ну это я для себя. Ну она же будет фигурировать в исправе. Это просто я для себя. Ну это же моего клиента касается. Это я для себя. Я не могу запомнить весь объем информации, я для себя на бумажечке написала. Ну а не касается моего клиента вообще? Я вам еще раз объясню. Это не официальный документ. Я понял, что сейчас у нас никакого официального документа нет. Вы адвокат? Да, безусловно. У вас есть договоры? Согласно с 27-ю, устный договор. Вам объясняется здесь статей 60. Вы желаете использовать правого документа, правильно? В полном объеме. Вы скажите, почему вас остановили? Про события, которые происходили? Я не знаю, почему я остановил. Пусть адвокат говорит. Вам не объяснили? Как вы объяснили, у нас инспектор. Набыто есть какие-то устные связи о состоянии алкогольного или наркотического спьянения. Это было представлено для остановки. Полицейские уверены, что это особенно находится в адекватном состоянии. У нас есть информация с МРЭО. Нещодавно мы в этом году заезжали и в данный технический паспорт, и транспортный запрос, и транспортный запрос. У нас нет никаких судей о подлинности или наявности подроблений в данном документе. А все другие обстоятельства, которые выкладывают полицейские, не оборудованы и никакой не подтверждены. Продолжение следует. 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 Проверили номер в сельской попадание. Скажите, пожалуйста, вы можете это продемонстрировать на камеру под час спадания протокола Годлица Будии? Ну давайте проверим. В общем, у вас есть кто-то слитчев? Нет, здесь мы старший. Ну вы же не слитчев. Мы старший инспектер. Идти снова. Скажите, пожалуйста, вы можете выдать вашу посвящение для того, чтобы мы могли его направить для проведения экспертизы? Мои посвящения? Ну у нас есть обстоятельства, которые включают эти обстоятельства. Виключение первое. Это то, что вагітная дружина, есть малолетняя дитина грудная. И данный транспортный зацепь пересылается каждую неделю до лекарни. В связи с этим, обставины, что до выключения, мы не можем. В связи с этим, что порушение 11 статьи, которое вы здесь читали, будет у нас права, гидность и, ну, очень больше вагом. В связи с этим, мы вважаем, что, если нужно, мы нададим эксперту для огляду, мы уже не раз надавали это. А в связи с этим промежком мы сделаем еще и ответы, и вам заложим для материала справа, чтобы прискорить данное следствие. Ну, что это будет, досудовое следствие, або, может, взагалі, закрываться за 284-ю судью. Так, простите, я вам. Щодо пояснений, мы проинформировали, какие обставины были, и мы уже переверяли, и у нас жодных подстав вважать, что у него подробки нет. Потому что мы использовали, уже перетягивали за данным, и никого не было, кроме этого полицейского. Участники, скажите, пожалуйста, у вас есть дополнения за уважением? У вас? Нет. У вас? Нет. У вас? Нет, нет. У вас? Нет. Все. Час 13.41. Угляд миссия Бодии завершается для складывания протокола. Да, хорошо. Все. Все, пойдемте, сейчас я запишу на патронной машине. Друзья, ну, в общем всем, следственно-оперативно оформила материалы, техпаспорт никто не изымал, машину никто не забирал, благодаря нашему адвокату Алексею Михайловичу, который вообще красава сделал. Алексей Михайлович, что это было, я таки не понял. Вот если бы не вы, я думаю, тут была бы Петрушка сумасшедшая. Не то, что как бы не я, тут главенствовал закон, и закон всех поставил на место, которые были у нас тут. Очень активные полицейские, которые все хотели забрать, отобрать. Поэтому у нас восторжествовала справедливость. Следственные какие-то мероприятия провелись. Я думаю, если они сделают запрос, то просто убедятся в том, что это было все безосновательно. Поэтому от своего лица хочу грозить благодарность Алексею Михайловичу за помощь оперативную, потому что помог мне, и спас мою машину моего удостоверения, и отпустили, и все закончилось благополучно. Друзья, в общем, вы знаете, что делать. Подписываемся на канал, вступаем в нашу группу, в чат, в телеграме, надзор Харьков. Если вам нужна юридическая поддержка, пишите. Мы постараемся вам максимально помочь. Вот как данному человеку написал группу, связался со мной, я связался с адвокатами, которые были свободны. И мы приехали и отвоевали в рамках закона, не по беспределу. Документы и автомобиль. Поэтому железный конь остается с владельцем, и владелец едет дальше. И запомните, никогда, сразу же не передавайте документы, выясните все обстоятельства, пусть вам показывают все доказательства, все совсем ознакомят, и после этого только можно что-то показывать. Ну, а вы знаете, что делать. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну, а мы погнали дальше. Все, друзья, всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok